МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Бурятии после цензуры вернули пряник с цитатами Двезева. Глава российского правительства отличился в Крыму. И его «Денег нет, но вы держитесь» стал настоящим хитом, как видите, и у кондитеров. В новой версии авторство не указано. Раньше, кстати, было. Но вот в Тюмени деньги есть. Мы держимся об этом выпуске. Меня зовут Дмитрий Чашков. В итоге, здравствуйте, нам есть о чем с вами поговорить. Кровавый след. В мельдониевый скандал оказался втянут очередной тюменский спортсмен. Не помню, значит, не было. Сотрудник ГИБДД, уволенный из полиции за пьяный дебош, собирается оспорить в суде обвинения в употреблении алкоголя. Я бы ему не рекомендовал, если он слушает меня, не рекомендовал этого делать, потому что это просто некрасиво. Определенное место жительства. Тюменской богадельни выделят 2 миллиона рублей. На что пойдут деньги? Один поле воин. Российский чемпионат по пахоте закончен. Учился с детства, отец сам тракторист, как бы, дома есть трактор. Кто стал главным механизатором страны? Мельдониевый скандал добрался до паралимпийцев. И первым с положительными пробами оказался тюменец Николай Полухин. До него в применении этого препарата обвинили больше сотни российских спортсменов. Хотя вы знаете, вот мне не стоило большого труда купить вот эту упаковку в обычной аптеке. Среди известных имен теннисистка Мария Шарапова, фигуристка Екатерина Боброва, конькобежец Павел Кулижников и наша пловчиха Юлия Ефимова. В случае биатлониста и выступающего в лыжных гонках Полухина все не так страшно. Как пояснил нашим корреспондентам тренер Николая, мельдони был обнаружен в пробах от 26 февраля. Их брали на одном из этапов чемпионата мира. И запрещенного вещества там оказалось 50 нанограммов на миллилитр. Это в 20 раз ниже допустимого значения. Все потому, что препарат выводится из организма в течение полугода. А допинговый список в мельдони был включен лишь 1 января 2016. То есть в пробах трехкратного олимпийского чемпиона были обнаружены остаточные явления приема препарата. Аннулирован результат только один, вот этого 26 числа. И буквально 20 числа мы получили специальный документ от Международного паралимпийского комитета. До этого были слушания, где четко нам было сказано, что в связи с тем, что спортсмен ничего не нарушал, и доза соответствует минимальному уровню, никаких санкций к нему применяться не будет. Тема допинга уже год разыгрывается на нервах российских болельщиков. Апофеоскандал, отстранение нашей сборной легкоатлетов от Олимпиады знает, наверное, даже самый маленький россиянин. Но разберемся, что это за зло такое мельдоний. Появился он в 70-х годах прошлого века в Институте органического синтеза Латвийской Республики. Изначально в результате необходимости утилизации ракетного топлива. Вещество использовалось в машиностроении. И неожиданно оно показало себя стимулятором роста растений и домашней птицы. В 1984 году препарат запатентовали в США и разрешили к применению в медицине. Полезные свойства защищает сердце при заболеваниях и высоких нагрузках, так что применяет его при умственной усталости и даже при хроническом алкоголизме. В России мельдоний в списке жизненно важных лекарств с 2012-го. Но Всемирное антидопинговое агентство в сентябре прошлого года усмотрело в препарате свойства, сходные с инсулином. А значит, повышающие выносливость и результативность атлетов. Чему изобретатель мельдония Иварс Кальвиниш был весьма удивлен. Впрочем, эксперты-медики поговаривают, что с таким же успехом ВАДА может запретить скоро и гречку. Потому что в США ее не едят, а в России очень любят. Сегодня начался процесс по отделу экс-заместителя начальника ГИБДД Тюменского района Алексея Карипанова. Напомню, ночью 5 июня в дежурную часть поступил звонок от дачников общества ТАПАС, которые сообщили о пьяном водителе. Приехавший экипаж ДПС обнаружил в машине своего коллегу. На следующий день в МВД области заявили, что Карипанов уволен из органов внутренних дел. И вот сейчас суд должен решить вопрос о наказании за вождение в нетрезвом виде. Правда, сам бывший полицейский утверждает, что не пил. Никаких противоправных действий я не совершал. Ни в состоянии алкогольного опьянения не управлял транспортным средством. При том диагнозе, который у меня существует, возможны выделения из, так скажем, рта, запахи ацетона, похожие на алкоголь и так далее. По этому поводу мы в судебном заседании сейчас и будем разбираться. Но я бы отметил, что Алексей Карипанов не прошел медосвидетельствование на состоянии алкогольного опьянения и намерен доказать, что его оклеветали. А это его право судиться, доказывать свою правоту. Я бы ему не рекомендовал, если он слушает меня, не рекомендовал это делать, потому что это просто некрасиво. По-мужски, по-офицерски. По другим темам 3 тюменских проекта вошли в десятку лучших социальных практик Уральского округа. Это достойный выбор, который адаптирует призывников к службе в армии. Моя идея, стимулирующая общественную деятельность молодежи. И живая планета, поддерживающая школьное и лесничество экологическое объединение. Отметили нас в рамках форума Российской общественной палати, что прошел в Екатеринбурге. Она, кстати, недавно раздала президентский грант, помимо всего прочего. Тюмени достался прав только один. Кто получит средства на развитие, расскажет Яна Пелеховская. Ни родственников, ни документов. В Богодельне Сергей уже второй месяц. С каждым днем связь с внешним миром становится все призрачнее. Память подводит. Пробыл я в Чернобыле 129 суток. Доза облучения 24 рентгена, 108 миллирентгена. После Чернобыля связываюсь с этим. Ноги, память, гипертония. Таких историй в Богодельне десятки. Сейчас здесь пустуют всего три места в женском отделении. Общественники кормят бездомных, помогают с документами и лечением. Таких мы людей просто долечиваем и не добавляем боли, не спрашиваем о прошлом. Мы помогаем их. Вот таких, какие они есть, коллеги, вот такие обрубки человеческих тел. Мы стараемся их любить, и они отвечают взаимностью. Федеральный грант, говорят, здесь пришелся как нельзя кстати. Не откажите в любви бездомному. Так назвали свой проект общественники. По сути, это большая стройка. Два миллиона рублей покроют часть расходов на возведение мансарды. У нас всего только 20 койко-мест. И вот мансардный этаж высвободит еще дополнительно более 50 койко-мест для вот таких нуждающихся людей. Богодельня стала единственной организацией в области, выигравшей такой грант. На федеральные деньги тюменские общественники пока претендуют неохотно. Сейчас в реестре социально ориентированных НКО более 400 объединений. Многие, да, наверное, просто не готовы. Возможно, нет достаточных ресурсов для того, чтобы заявить о том, что вот он будет поставлять эту услугу. Возможно, нет внутренней решительности у организаторов, что да, они с этим справятся. Поэтому, скорее всего, и не заявляются. Хотя потребность в этом есть. Тем временем в Богодельне уже согласовывают план работ. Строительство мансарды здесь начнут, как только поступит первый транш. Яна Пелеховская, Андрей Захаров. Тюменское время. Специально сегодня уточнил. У региональных НКО есть еще возможность получить гранты. Потому что прямо сейчас в Москве подводятся очередные итоги. И результат скоро будет известен. Помимо всего прочего, там впереди еще в июле распределение в августе. И в октябре к нам присоединяется Марина Лютова. Марина, здравствуй. Здравствуй, Дима. Но, насколько я понимаю, это не самый простой вообще процесс для НКО, получение этих грантов. В законодательном плане. Да, причем получает почему-то по большей части всегда Москва. Удивительно. Удивительно, да. Но, с другой стороны, я так понимаю, что и на региональные гранты наши организации могут рассчитываться. Ну, суммы, к сожалению, не те двух миллионов региональный бюджет-то не потянет. Поэтому остается надеяться на что-то другое. Ладно, наверняка у тебя есть другие новости. Да, конечно, готовы перейти к обзору СМИ. Хорошо, тебе слово. Автофорум Кар-72 запустил первую в Тюмени интерактивную доску позора для нерадивых водителей. Опубликовать фотографию нарушителя ПДД может любой желающий, причем даже анонимно. Пока в основном пользователи сообщают о нарушениях правил остановки и стоянки. Не обошлось и без фотофактов проступков, совершенных водителями полицейских автомобилей. Как пишет портал НашГород, в управлении ГИБДД к инициативе отнеслись положительно. И по каждому случаю обещали разобраться. А еще напомнили, что такие фотографии можно направлять и напрямую в ГИБДД. На сайте есть электронная форма. Это позволит оперативнее привлечь нарушителя к ответственной. В Тюменских автобусах, связывающих между собой железнодорожные автовокзалы, а также следующих до аэропорта Рощина, можно будет услышать рассказы об истории Тюмени. В преддверии Дня города Гортранс вновь запускает этот проект. Как пишет комсомолка, прозвещаться в общественном транспорте мы будем с середины июля и до 7 августа. А вот в Тобольске пошли еще дальше. Там собираются оборудовать аудиогидами такси, чтобы клиенты по желанию смогли послушаться о туробъектах и истории города. Интерфакс сообщает, что ряд служб такси уже дали на это согласие. О пенной вечеринке в сквере Славянской в Тюмени, это на улице Тульской, написали сегодня едва ли не все региональные СМИ. Такого повышенного внимания удостоился один из фонтанов, заполненный пеной. Снимки ранее появились в соцсетях. В слухру обратился в управу Ленинского округа. Там предполагают, что дети вылили в фонтан моющее средство. Гидросооружению такие шалости не вредят, разве что для специалистов. Это закончилось внеплановой уборкой. Но вообще подобное в городе происходит каждое лето. Вот меня в этой ситуации радует, что взрослые себя ведут как дети. И журналисты, и прохожие все с таким восторгом восприняли это сообщение. А главное, пользователи социальных сетей как креативно-то подходят. Говорят, что единственным фонтаном, у которого сейчас нет перхоти, отлично. У кого-то выключили горячую воду, помыться решили. Мне кажется, каждый год пишут одно и то же. На большинстве здесь ограничено все-таки. Ситуативный креатив. Вот такой умной фразой я, наверное, закончу. Тебе большое спасибо, и я продолжу. Молодым везде у нас дорога, и сегодня наведет прямиком нефтью Ганск. Сейчас там проходит вторая смена форума «Утро». Кстати, накануне поддержать наших в игру приехал Владимир Якушев. Ему показали экспозиции крупнейших нефтегазовых компаний, познакомили с местным технопарком и даже дали поуправлять марсоходом. Напомню, что закончатся мероприятия уже 30 июня. Главный результат для молодежи – это все-таки общение и коммуникации, которые они получают. Ну и, конечно, в процессе этого мы все-таки хотим, чтобы они получили какие-то определенные знания. Мы понимаем, что каждый получит знания именно столько, сколько он хочет их получить, и насильно в голову ничего не положишь. Но хотелось бы, чтобы они уехали еще с каким-то представлением о жизни. Та информация, которая будет представлена, она любому молодому человеку затем в дальнейшем по жизни пригодится. Общение и коммуникацию с ютилейской молодежью может стать куда больше. В региональной столице решена судьба кинотеатра «Космос». Здание в скором времени должно перейти из городского подчинения в областное. Позади долгие судебные разбирательства с бывшим арендатором. Ну и теперь осталось дело за малым – оформить все юридически и ждать нового творческого поворота в жизни местных талантов. Кто будет праздновать новоселье и когда это случится, узнаем у куратора проекта депутата регионального парламента Павла Белявского. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. В интернете был хэштег «Спасибо, Паша, космос наш». Все про это. Да это было очень неожиданно. А мы все про это продолжаем. Существует, я думаю, что еще в Тюмени не понимают, что будет с космосом, тем более, что давно он практически не функционирует. Что будет? Здесь будет один из ведущих культурных центров нашего города. Это будет центр современной культуры, ориентирован в первую очередь на современный некоммерческий и молодежный театр. Можно сказать, что он скоро примет. Мне, насколько известно, недолго времени пройдет, прежде чем сюда зайдут молодежные театры. Ну да, нам было принципиально важно, чтобы этот объект, знаете, не получилось, как у нас иногда бывает в стране, когда с помпой открыли, потом на несколько лет пропали и потом уже открыли, готовил под ключ. То есть здесь будет, знаете, такой ремонт на работающем моторе или там на открытом сердце. Идея такая, что сейчас мы силами даже, может быть, где-то молодежных театров приводим в порядок там вот эту часть, может быть, какую-то часть зала. И по планам в сентябре здесь уже должны начаться какие-то проекты творческие. Параллельно есть очень много вопросов, которые нужно еще просчитать. То есть идея заключается в том, чтобы в основном зале выровнять пол, сейчас он наклонный, и сделать зал так, как это принято теперь в современном театральном мире. Black Box Fit это получается черная коробка, все верно, черной коробкой. И для того, чтобы сделать черную коробку, нужно все равно сделать проект, все это нужно рассчитать. И план такой, в сентябре мы открываем, здесь уже начинаем работать, и параллельно делаем расчеты и проекты, связанные с черной коробкой и с изменением фасада здания. Дорог же это все, а? У всех наверняка вопрос, где деньги брать на это все? Ну здесь мы, конечно же, без поддержки областного правительства быть не может. И этот проект на самом деле в свое время представили молодежные сообщества губернатору Тюменской области. Его этот проект заинтересовал, он его в том числе лично контролирует, мы в рабочем контакте находимся, поэтому все равно это будет проект правительства области. Ну и мы надеемся, что даже уже силами молодежных театров и общественных организаций мы здесь многие вещи сделаем. Ну вот молодежный театр – дело хорошее. Все наверняка знают «Мимикрию». И, собственно, на этом все знание заканчивается. Их много у нас сейчас? Сколько? Вы знаете, это одна из, наверное, наших таких главных творческих жил, креативных жил города Тюмени. Потому что всего у нас театров мы посчитывали где-то порядка 30 работающих. В «Сцена на пятом» пускали далеко не всех. Ну есть «Мимикрия», да, есть там «Буриме», которые заходили в Тюменский драматический театр. Сейчас здесь как это будет? Ну какой-то профсоюз театральный молодежный или что? На самом деле «Сцена на пятом» она, можно сказать, переедет сюда, потому что принцип попадания на сцену на пятом был через проект «Экспериментальная сцена». То есть это все равно, раз ресурс ограничен, нужно какое-то соревнование. И это творческое соревнование, оно было как бы вшито в этот проект. Здесь будет работать модель та же самая, просто здесь пространства гораздо больше. Мы работаем вместе с центром имени Мирхольда, это те, кто лучше всего делает похожие проекты. Они нам предложили, мы с ними согласились, что здесь, если вот так вот, вот так вот отделить, будет еще два зала. Поэтому мощность будет гораздо больше, чем в сцене на пятом. Но все равно это будет через конкурс резидентов, чтобы резиденты представили свои проекты. Творческий совет, который будет состоять в том числе из людей, кто работает и профессионально в театрах, в сфере культуры, не только какие-то лидеры общественного мнения, уже будут принимать решения, какие проекты должны получить поддержку. Мы же говорили не только о космосе, да, как и площадке. Есть еще и другие площадки, других творческих направленностей. Это на форумах у нас все время обсуждалось. Что-то будет еще такое? Ну, на самом деле, я как бы не открою секрет, одна из причин, почему в первую очередь мы взяли из-за космоса, заключается в том, что здесь требуется даже на первый взгляд гораздо меньше ресурсов, чтобы объект запустить. То есть наша же задача все-таки сделать так, чтобы эффективно бюджетные деньги работали более эффективно. То есть несмотря на то, что там арендатор уходя, не знаю, наверное, проводку отодрал, щитки спилил, потому что в зале света нет и оставил нам кучу других сюрпризов, все равно это не то же самое, как если бы это было здание, где какие-то проблемы с фундаментом. Поэтому мы беремся в первую очередь, вот взяли сейчас этот проект, быстро его поставим на ноги, после этого будем смотреть дальше и уже работать над тем, что сделать с другими. Все новости ТСН, включая выпуски нашей программы, доступны на ютубе и в группах «Тюменское время», в соцсетях, в фейсбуке и вконтакте. Впереди новости из районов, после вернемся в студию, нам еще есть о чем с вами поговорить. Новая дорога к кладбищу в селе Архангельска и Сецкого района почти готова. На улице Молодежной 534 метра проезжей части засыпет грунта щебнем. Всего в районе в этом году отремонтируют около 3,5 километров дорог в шести населенных пунктах. В окрестностях Тобольска открылся уникальный для Западной Сибири ботанический сад Ермакова поле. Почти 20 лет его создавал меценат Аркадий Элфимов. На площади 7 гектаров высажены тысячи растений, в том числе несвойственные Сибири, например, канадская ель и орех манчжурский. Елутеровск отметил 375-летие. На Центральной площади Победы прошло театральное шествие. Его посвятили земляку меценату Сави Мамонтову. Также в городе работали славянские, армянские, казахские и татарские площадки. Главными подарками стали праздничные салюты и выступления группы комиссар. Интеллектуальный пленэр два раза в неделю устраивают сотрудники Виколовской библиотеки для местных жителей. Днем они разбивают палатку в Центральном парке, и все желающие могут взять бесплатно литературу. У пенсионеров, например, востребованы журналы про сад и огород. Росреестр запустил новую версию публичной кадастровой карты. Теперь обновление сведений происходит в течение одного-двух дней. С помощью такой карты можно онлайн получить информацию о земельном участке, его размерах, местоположении, кадастровой стоимости, а также о зарегистрированных правах. Кроме того, система включает технологию быстрого ответа на запрос, по аналогии с работой популярных поисковиков. Она стала некой самой поисковой системой для выбора земельного участка под тем категориям, которые интересны самому потребителю. Соответственно, если он решает приобрести определенный участок с определенными параметрами, то он отбирает в графическом виде именно те параметры, которые ему интересны. Воспользоваться картой можно на сайте Росреестр. Россервис также доступен для мобильных устройств. Вся информация бесплатна. Тюменцы могут претендовать на проведение чемпионата Европы по пахоте. Видимо, неплохо мы себя показали на российском первенстве, которое прошло в минувшие выходные в Пешминской долине. Поселок Вензелий понравился многим. Только вот наши спортсмены, к сожалению, дальше отборочных туров не продвинулись. Кому тюменская земля помогла стать лучшим, расскажет Владимир Поротников. Все в одном. И хлеб, и зрелище. Организаторы пятого открытого чемпионата России решили сразу несколько задач. С одной стороны дегустация местной сельхозпродукции, с другой трактор-шоу. Высший пилотаж управления трактором механизаторы показывают и в поле. Бороться есть за что. Главный приз чемпионата УАЗ Патриот. Материальные стимулы – это здорово, но моральные стимулы, когда ты действительно хочешь быть чемпионом, ты хочешь, чтобы тебя узнавали. И такую возможность тебе дает не какой-то спорт, не олимпийские игры, а та профессия, которой ты сегодня владеешь, и профессия, которой ты живешь. Мне кажется, это здорово. И вот это все в конечном итоге совершенно на иной уровень поднимает рабочие специальности. 33 пахаря из 30 регионов страны. Прославить Тюменскую область вызвались сразу два механизатора. Но от обоих удача отвернулась еще на отборочном туре чемпионата. Видимо, как с футбольной сборной России, очень большие ожидания, к сожалению, не подкрепились результатами и, к сожалению, вынуждены констатировать. Но это спорт, это состязание. И здесь, конечно же, выиграет более мастеровитый, более профессиональный. Олег Сарапионов как раз из таких. Он даже и не понял, как попал в десятку финалистов. Учился с детства. Отец сам тракторист. Дома есть трактор, плуг. Ну, конечно, не такой, как здесь, но азы все равно пахоты знают. Три с половиной часа, чтобы показать все свои навыки. Задача каждого из финалистов – спахать участок 100 на 24 метра, разбитый клином. За каждым участником закреплен судья. Он и определяет качество проделанной работы. Борозды должны быть прямые, с одинаковой короной. Вход и выход с пашни без следов от колес. Главное, чтобы глубина не была больше, чем от 16 до 20. Если больше, то все, это погрешность, это минус баллы. Если будет бугар, это тоже штрафные баллы. Те же функции плюс трудности перевода. Подопечный Николай Шипунова – один из лучших пахарей Англии. Иностранцы тоже участвуют в чемпионате, правда, в отдельном зачете. Пальцами показываю, немножко по-английски говорю, например, там, например, он спрашивает у меня, какая глубина, типа, он пальцем показывает, я ему «гуд», типа, говорю, «хорошая». Если у него что-нибудь с плугом случилось, я ему говорю «лук», типа, «смотри». И все, и он сразу за это подходит, там, «ай», там, «сэнки, варимач», там все такое говорит. Кстати, англичанин несколько раз перенастраивал плуг. На одной сотке тюменской земли может оказаться сразу три вида почвы. Это очень хорошая почва для больших урожаев, но проблема в том, что у вас очень короткий сезон, и это не позволяет вам получать высокие урожаи. Уже в сентябре механизатор узнает, в чем секрет английских почв. На Туманном Альбионе пройдет чемпионат мира по пахоте. Россию там представит Вадим Зарецких. В России можно с ними конкурировать, но не в Европе. Ну, тут вот все на равных условиях, они на таких же плугах машут, как мы. Очко в очко тоже с ними идем. А там у них личные плуги, они, ну, обделаны, тюнингованы, можно сказать, что ли. В Европейской пахотной федерации считают, что Вадим раньше времени сдает позиции. У россиянина хорошие шансы на победу. Владимир Поротников, Андрей Захаров. Тюменское время. И последние всего несколько дней осталось до старта Всероссийской сельхозпереписи. Напомню, проходить она будет с 1 июля по 15 августа. Информация эта важна не только для селян. В областной столице тоже есть, что переписать. Частные дома со своим хозяйством, дачное общество. В Тюмени с этой задачей должны будут справиться всего 17 человек. В Тюмени, кстати, убедительно просят переписчикам отнестись по-доброму. Но на занятиях их на всякий случай готовят ко всему. Ну а если серьезно, то у переписчика нужно спросить удостоверение и паспорт. И не переживайте, полученные данные ни в налоговую, ни в другие контролирующие органы не передадут. Важна общая картина состояния дел в АПК. У меня к этому часу все новости. Завтра будет новый день, новые события. Нам будет о чем с вами поговорить. В студии работал Дмитрий Чашков. Спокойной ночи и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»